Здравствуйте, друзья! Мы отправляемся на запад Ленинградской области. Эта территория покрыта густой сетью асфальтовых дорог и имеет довольно плотную застройку. Но вместе с тем здесь еще осталось пространство, по которому вполне можно путешествовать на квадроцикле, и кроме того, здесь есть на что посмотреть. Разумеется, путешествовать по таким относительно культуренным местам можно и на автомобиле, и на любом другом виде транспорта. Ну а квадроцикл дает возможность вообще не заботиться о наличии дорог и двигаться к намеченной точке по кратчайшей траектории, сокращая путь полевыми или лесными грунтовками. И хотя такой способ передвижения далеко не всегда является самым быстрым, зато уж наверняка самым интересным. На этот раз мы отметили точку на краю Ижорской возвышенности, в 12 километрах от побережья Финского залива и в сотне километров от Санкт-Петербурга. Эта земля на протяжении многих лет была ареной борьбы за выход к Балтийскому морю. И память о тех событиях хранят стены древних крепостей, к одной из которых мы сейчас и направляемся. Крепость Копория впервые упоминается в первой новгородской летописи в 1240 году. Она была основана немецкими рыцарями Ливонского ордена и поначалу представляла собой земляные валы и деревянные стены. В 1241 году новгородцы под управлением князя Александра Невского отбили крепость и разрушили все укрепления. Четыре года спустя сын Александра Невского Дмитрий снова выстроил в этом месте крепость. Вначале деревянную, а затем и каменную, из известняка, который добывался здесь же. Но что-то не заладились отношения Дмитрия Александровича с новгородцами, которые в очередной раз до основания раскатали крепости все постройки вокруг нее. В дальнейшем Копорская крепость неоднократно переходила то к шведам, то к русским и в конце концов стала принадлежать России только в мае 1703 года, когда ее взяли войска графа Шереметьево. Однако и эту победу нельзя считать окончательной, поскольку крепость продолжает менять владельцев и по сей день. Как следствие этого процесса невозможность попасть внутрь цивилизованным путем, и нам приходится штурмовать стены через отверстия, пробитые ядрами еще во времена Северной войны. Существует легенда, согласно которой шведский король Карл XII как раз в момент штурма находился в Копории и был вынужден спешно покинуть крепость через потайной ход, оставив в подземельях множество всяких ценностей и даже свою собственную корону. Разумеется, подземный ход был завален, и поиски сокровищ не прекращаются и в наше время, что отнюдь не идет на пользу крепости. Говорят, что в галереях и подземельях можно встретить дух Карла XII или представителей дворянского рода Зиновьевых, которые были владельцами Копория в XIX веке и которые даже пытались организовать торговлю тесаным камнем, выдернутым из стен, но получили запрет от Министерства внутренних дел. Тот вид, в котором мы можем наблюдать ее сейчас, крепость приобрела в первой четверти XVI века. Сохранились остатки стен и четыре башни – северная, южная, средняя и наугольная, расположенные, как следует из ее названия, в самом дальнем углу крепости. Изначально башни имели по пять ярусов в высоту, и в случае прорыва врага внутрь крепости, каждая из них могла выполнять роль самостоятельного узла обороны. Отличительная черта конструкции Копорской крепости – расположение входа, в стене между северной и южной башней, а не в башне, как это делалось в большинстве крепостей того времени. Ко входу ведет мост через искусственно выкопанный ров. В старину мост был оснащен подъемной секцией. Подступы к южной стене осложнялись необходимостью форсирования реки Копорки, которая в наше время практически полностью пересохла. Век 20-й, помимо мирного разрушения, снова принес в Копорье боевые действия. В 1919 году красноармейцы воевали здесь с десантом Юденича, а в 41-м в этих местах шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. А в начале века 21-го Копорской крепости был присвоен статус музея. Однако это мало что изменило, поскольку средств на реставрацию нет, а проводить экскурсии по осыпающимся развалинам отнюдь небезопасно. С Копорьем связана еще одна легенда. Это Копорский чай – старинный русский напиток, приготовленный на основе широко распространенной травы – кипрея у скалистного или иван-чая. Предприимчивые жители Копорья заготавливали иван-чай не только для собственных нужд, но и успешно экспортировали этот продукт в разные регионы нашей страны, и, как говорят, даже за границу. Для заваривания чая подходят не только собираемые в летний период листья и цветки, но и корневища этого многолетнего растения, которые даже лучше заготавливать глубокой осенью. Мы решили попробовать заварить чай именно из корневища кипрея. В XIX веке дешевый напиток из растущей практически повсеместно травы стал составлять серьезную конкуренцию привозимым из дальних стран индийским и китайским чаям. К тому же довольно часто ее стали использовать для изготовления подделок или просто подмешивать в дорогие импортные чайные смеси. В итоге под давлением чая торговцев государством был издан ряд законодательных актов, запрещающих не только торговлю, но и сам процесс заготовки растений. К счастью, в наше время эти запреты перестали действовать, и мы можем беспрепятственно заваривать чай по любому из старинных копорских рецептов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok